вот интересно как меня не видно и все вы меня видите да только уже качество связи очень плохое это все это на напортили на днях меня заставили skype сергей сказал чтобы обязательно я новая программа набивается очень совсем отключен вот отключила я недоволен ее программы ну ладно все же видишь маленько да да я вас то вижу меня нормально видите все давай что пришел то но я еще раз повторю вы знаете что мы записываем и выставляем вы не против там конфиденциальные запутались просто безбожники так мы же где бы не были все перед богом пишет еще боятся своих слов то но я уж и говорю потому что знаю что есть люди которые несправедливо пользуются так слушай пожалуйста к слову хочу сказать смотрел недавно к вам заходила юля со своим мужем славой прям такие про молодцы прям очень порадовали прям классно так такая пара вообще прям молодцы прям хорошо что есть такие люди как вот молись за них ну а там еще алексей алексей с юлей с ребятишками то да да видел тоже вот классно себе такая смотрел с пятидесятником беседа тоже смотрел да 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 ну давай слушай да володя привет мир миром ну ты что нет у нашего то не вы отображение то мы даже не видим как ты видишь где ну давай вопросы есть так ну закончим закончим с даниилом тогда давай с даниилом что там даниила 12 13 а ты иди к твоему концу и упокоишься и восстанешь для получения твоего жребия в конце дней тут получается ангел говорил даниил правильно а какие он какое жребие должен получить конца дней какой по делам судить господь будет об этом говорит 25 глава евангелия от матфея одни пойдут в муху вещи другие в жизнь вечную в конце дней то есть конце мировой истории последний день вселенной явится христос и плевел и пшеница вместе и все антихрист будет брошен в ад а верующий будет суд перед ними тут перед престолом река огненная еще как у даниил написано даниила и в конце ним пробудется все пробудется из праха земного все тела будут те же самые которые сгнили но только они изменятся не другие тела эти же самые но они будут прекрасные нетленные слушаю ну даниилом в принципе закончили сейчас еще вопросы кроме даниила эти вот насчет семи холмах вы помните говорили насчет россии да что мы находимся на семи холмах и это вроде как вавилон считается а вот у протестанцев есть есть пророчество то есть они толкует его большинство что это все-таки папская область потому что он тоже находится на семи холмах и ватикан является вавилоном он не на семи холмах во первых а дальше говорится человек греха сын погибели они как маленькие ребятишки вот я смотрю сектанты когда они что-то толкует они напоминают мне деревенских ребятишек у них игрушек нету они маленько пыль сгребут кучку то ямку сделает туда пописают и получается чашка это у нас чашка примерно в этом образе это вообще никуда не годится написано и сядет храме человек в единственном числе греха не не человеке папы вот и папа всем поставят печать так они папа то сколько уже полторы тысячи лет больше это даже не нигде не подходит дальше я говорил не о россии о москве 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 написано что пол пол вавилон а вавилон это рим это четвертом веке все толковали рим рим 1 это древний рим в константинополь второй рим и и эпифания славинецкий говорит третий рим москва четвертого не выйти на роль третьего рима никто не имел претензий не вашингтон никто только россия только они россия москва и поэтому это прямое толкование святых отцов идет это вавилон вавилон злодейство это треть интернационал вся эта мерзость всякая нечистая птицы пристанищем сделались а вот насчет россии то что в каком-то ролике не помню где вы говорили что против наших ядерных ракет уже куча всяких разных ракет уже сделано что мы даже выпустить не сможем они уже будут это погребены то есть это уничтожены если бы если бы я знал что вы зайдете сейчас он просто открыл у меня в книгах это отображено это газета голос труда кпрф алтайского края но они перепечатали там и там специалисты и не какие-то специалисты как ивашов родионов кто генерал армии генерал полковник и они рассматривают все что вплотную к нам которые базы были когда говорили еще так близко не было они уже плотную подошли и говорит у них тройная защита от наших ракет и прорвется если какая уже никакой роли не играет это не мои слова у меня есть статья моя статья была она в газетах напечатана алтай запрограммирован на войну вопрос стоит так почему когда я был еще маленький я помню на мой дедушка негор ларионыча собирал и говорил о бийске что это война с китаем это между бии и катунью закончится я не знал потом узнал что это город бийск откуда они говорили о войне с китаем они считали где-то у старообрядцев у староверов это было записано что земля опутана будет железной паутиной и прочего это провода будут птицы летать клевать когафе ты приехали клыков это она все эти пророчества выдает это книга записано было древнейших вот так вопрос в связи с этим вопрос тогда назревает если у нас так все плохо почему тогда на нас не нападает никто а не пришло время не пришло и никто не нападет под разными предлогами там у них свои забастовки начинает там кризис там еще что то не так что он главнокомандующий подшлет войска путину дали право вводить войска и тут же отняли опять же верховная у нас своя рада дума собралась и выступила там матвиенко валентина и сказали эти полномочия данные путину как верховному главнокомандующему право вводить войска когда за речь зашла в украине отнимаем и он ничего не сделает уже никто его не будет слушать не шойгу сергей никто так у них свои вопросы не пристало время не пришло говорят а почему раньше то александр македонский то тому было у него не раз критическое положение не пришло время а пришло время и в мирной обстановке за столом умер возьми на гитлера 42 покушение было вообще не должен был остаться 42 а пистолет кармане лежит от к сам к себе к виску поставил почему приспело время сколько боролись советским союзом кто сделал ничего не сделали пришло время сам без всякой войны распался и все не надо не воевать ничего и гитлер ни при чем тут уже гитлера не было раны залечили и сколько после него то было говорят застой там брежнев было но ведь жили же люди застой все магазинах было это потом уже начали раскладывать так что здесь надо по-серьезному смотреть не пришло время почему они не напали там не просто так там америка то тоже думает потому что неизвестно где русские лодки вплотную сейчас обнаружить что атомные заряды заложено было там 50 допустим бомб на побережье и одновременно взрывает поднимается волна цунами и сразу смывает две третьих америки в океан ну она поднимается 150 метров высотой это говорят ну так не знаю но во всяком случае этом все решает геополитика они могут там и природа и землетрясения на всего вызывать так что у них свои это так уж я не при чем просто так сказал я знаю не будет христа хотели если христа взять то он говорит не пришел даже сейчас не пришел сейчас не но пришел сейчас и все и в саду взяли а был среди них не брали вовремя предатель подсуетился вовремя поцеловал всему свое время вот так просто если начнется ядер на это же больше 1 3 тогда население с этой земли-то сгинет так сразу если все полоской да 1 3 должно быть написано 1 3 это откровение говорит 1 часть 3 зеленой травы погибнет это люди говорится даже праведники будут погибать еще погибать вздохнула на той стороне об этом говорить не надо а бог его знает мы можем так предполагать нам не запрещается думать но чтобы оба обернулась все без ядерного оружия без новых технологий этого не будет там изобретают изобретают это уже не тишфозные вши как в японии разрабатывали там очень серьезно у гитлера вот если бы не разбомбили в норвегии там тяжелая вода у него уже на 10 атомных бомб было бы и совершенно другой результат войны был бы но англичане послали своих и как они сейчас отпишут все взорвали и они так и не могли восстановить полноте и гитлер не мог создать атомную бомбу а те вовремя создали испытали и война закончилась ну ладно посмотрим тогда что будет на тихий ночь вот к бытию на вернуться книги бытия сейчас скажу какое бытия 1 1 27 и сотворил бог человека по образу своему по образу божьев сотворил его мужчину и женщину сотворил их здесь он получается сотворил людей это понимаю правильно да а вот в бытия 27 он кого-то до сотворил здесь говорит что что бог есть творец сотворил их то есть людей а не то что дальше раскладывается подробно по частям как еву как навел на него сон и проще здесь говорится общая картина что бог сотворил их никого там кроме адама не было но чтобы люди не стали спрашивать откуда остальные люди взялись а без быта писатель моисей то он так и написал и сотворил их то есть всех людей бог сотворил все вопрос навсегда сняты никакой другой бог демиург не творил человека как еретики говорили злых людей один бог сотворил это другой а сотворил их а потом поясняется в откровении также дается общая развертка потом по частям по этапам кстати вот как раз неверующие люди задают вопрос откуда тогда остальные то люди то взялись типа их много когда им объясняют что там могли жениться на сестрах и братьях и как бы это вообще нет они сильно братьях а нас не трогать занялись на сестры почему человек был крепкий и кровосмешение не считалось грехом у него были дочери у адама естественно жили тут так хорошо когда произошла война на небе вот в каком году но всяком случае достатворение человека это двенадцатая глава откровения говори до сапоги а змея-то откуда взялся до сотворить но откуда змей-то взялся откуда в раю то он взялся змей-то а кто это змей древний дракон змей сатана называемый дьяволом откровение так говорит сразу в одном стихе 4 ему название откуда он был то если бы сошел ар какой-то архангел люцифер а то уже змей был за что он уже был он уже позавидовал библия выражается очень кратко и когда он пал на землю говорится вот он пал на землю а дальше говорится горе живущим на земле к вам сошел дьявол велика разница великой ярости на ход пал а теперь сошел великой ярости между этими двумя словами может быть миллионы лет и да они победили его на небе произошла война и победили его кровью агнца какого крови агнца то когда только еще ну человека то нету а до христа еще пять тысяч пятьсот восемь лет библия показывает общую панораму и мы должны в нее войти да так вопрос не должен даже возникать если бы было написано по-другому вопроса было бы больше а то есть трактовки что это что это случилось 1849 году какой-то сайте адвентисты говорят от адвентисты это их бреди пьяных старух другого нет толкования толкование только одно которое не противоречит ни одному слову во всей святой библии в 77 книгах они так что теперь они сказали в таком-то году посчитали видели у них не сошлось пришествие христа они тогда начали толковать но на небе там еще святая святых и там христос перешел с одного места другое понимаешь даже ребятишками нельзя назвать вот эти песочницы делают и все над головой подбрасывает все понял а вот когда после небесной войны получается все все падшие ангелы они их заточили в подземелье то есть бог затащил правильно неправильно что в подземелье этого не написано написано сошел к вам великой ярости ходит как решающий лев ища кого поглотить и сколько вас здесь не в подземелье в человеке агарт легион а легион это две тысячи или сто тысяч разница большая в римской военной единице легион считалось две тысячи легион легионеры а по цифровому значению это сто тысяч вот говорит падут под тебя тысячи тысячи и тьма одеснует тебя тьма означает тьма это десять тысяч легион сто тысяч леодор это церковно славянские это миллион а без и демоны даже разные вещь нет это но это же черти бесы лукавые соблазнители у них много имен это все одно и то же подши ангелы называется ангел с маленькой буквы это все одно и то же как у сатаны мы считаем кто такой искуситель лжец человека убийца от начала евангелия от яна 8 44 сатана сатана переводится противник дьявол клеветник это перевод дается он именно кто клевещет это друг сатаны вот житие святой ирины кажется 5 мая у нее по старому и когда душа отошла от греха то а сатана сильно не гнева сказать я друг пьяни сам вот откуда почему они пьяницы царствие божие не наследует он прямо как я друг пьяницам этой же те святых то есть нету никаких кастом под систему их какой-то демоны без и все остальное все это одно и то же лето он называл черти насчет ленин говорил нам горит разницы нет какой черт желтый красный белый или коричневый то есть они все ему друзья были и почему этот высоцкий ходопил ему постоянно являлся черт он сам пишет об этом он постоянно его видел потому что он его уже завладел его душой договори насчет дьявола он же в совершенстве знает библию правильно ну какое совершенство он что-то знает а что-то может не знает ему не дается откровение от людей он много его знал услышал но только он всегда старается извращать откуда секты разные и прочее он узнал как есть он теперь будет доказать что отец не равен сыну не равен духу святому это первые ретики арии что христос это первое творение возьми угловистов они говорят прямо свидетели его вот что христос это архангел михаил вообще даже не придумаешь эти люди миллионы людей завоевывать и спрашивается а можно их обратить нельзя они прописаны в другом месте они идут по назначению куда им назначено это дрова подкатил дьявол знает точно что он потом будет гореть гиене обнаны зачем пришел раньше времени мучить нас он прямо кричал и просили его не отсылать в бездну прямо они об этом зачем пришел раньше времени такое время откуда они знали то есть видно что они ошиблись они подумали что сейчас будет суть божий они еще не знают они знают только как извращать еретики вот это слуги дьявола просто вопрос такой а если он все знает все знают что его конец неизбежен для чего он тогда трудится и хочет чтобы больше людей сгинула в аду в чем смысл понял вы читали книгу печаль сатаны мария карелли перевод княгини кропоткина нет а вы найдите его в интернете запиши печаль сатаны запиши печаль сатаны мария карелли ну правда не приписывая брокер иногда и и называет скорбь сатаны на всякий случай запиши скорбь брокер красостоун там вот ему приписывают на это не неверно это мария карелли написала вот там все отвечено почему он делает конечно это художественный роман но настолько он красочный если бы я имел хороших друзей режиссеров у настоящих такие прямо ну как михалков никита или вот андрей звягинцев и они бы сказали знаете все темы исчерпаны не знаю я бы сказал возьмите экранизируйте вот это это дороже матрицы будет когда дьявол действует вот и хочешь богатство он к тебе придет так кто коваришь будет он даст тебе много ты желаешь ну девушка жаль что был там высокого роста кучерявый знатный он именно таким и явится самый кучерявый самый знатный и там все показать что он делает и когда спрашивает зачем ты это делаешь он горит я не могу не делать не могу это потому что мне назначено было я обязан это делать но когда люди меня не принимают отвергают меня я на один шаг краю ближе делаюсь тут интересная мысль высказываются то есть люди которые его принимать я ненавижу и говорит вы они вы причинают мне тысячи скорби и боли в сердце они меня отдаляют от бога все грешники блудники пьяницы а когда его отвергают сокрушить под ноги тогда он говорит мне открывается как бы небо и я вижу и на какую-то часть доступа имею демоны приходят и интерес перед богом а где написано у его книга предстали сыны божьи и между ними предстала сатана написано об этом это не а в одном месте писания говорится и они предстоят перед господом и от пророк михея и господь спрашивает как нам соблазнить ахава как его увлечь как погубить один говорил так другого иначе на другие говорят что раздвиживая войну против россии то и пойдешь тебе башку там шибут и один дух вошел и говорит я войду в уста пророков и буду говорить и все будут говорить одинаково дух лжи а господь иди сделай он советуется как будто давайте буквально смотреть вы считали это помните это написано но вот интересно но почитать книгу обязательно да хорошо вот еще быть я давайте книги коснемся от каин от кого получается семя чё каин а вот первое которое люди спаслись первое сим хам и афет это все племя хамова но каинова племени нету они все утонули их нету они все ушли в потоп а поток был от сотворения адама 1656 лет их просто никого сим хам и афет вот сим это антисемиты когда пробуют против семитского это евреи и там какие еще семитские племена были и афет это все вот белолицы а хамова племя это египтяне там китайцы видимо почему написано псалмах 105 говорит я перешел в землю хамову хамову то есть там не все погибли но каинова племени нигде нету каин который был значок а да 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 каин убила его зачал то есть не понял что защел каина кто зачал каина кто зачал как-то его кто это ребенок и нет кто отец кто адам кто а тогда мы его родились они а великой каин каин убийца вели просто интересно что почему каин такой выродился то есть это как бы семя дьявола получается нет 7 человеческое но подался дьяволу и об этом мы считаем уже в новом завете почему каин убил потому что делами ли были праведного не узлы и ответа дан вы считали про это или показать я читал просто трактовок очень много но хорошо мы давайте прочитаем дается причина какая 1 и она 312 не так как каин который был от лукавого и убил брата своего а за что убил его за то что дела его были злые а дела брата его праведны но не дивитесь и дальше сразу и ответ не дивитесь братьям если мир вас ненавидит вот и все и поэтому он ненавидел его ответ дается вот 1 и она 3 12 это в новом завете а почему горе им иуда 1 11 потому что идут путем каиновым придается обольщению мзды как валаам и в упорсти погибает как корей вот тут валаам опоминается все время в недобром смысле то но и говорят это был же пророк он не был же пророком он пророк божий был и был в духе святом и он предсказал пришествие христа откуда бы он знал то в написано и он был в духе святом прямо но потом сделался вот сребролюбивым и погиб он обольстился мздою вот так а евреям 11 4 написано веру и авель принес богу жертву лучшую нежели каин и он лишь позавидовал ему я почему-то думаю у него наверное мысли такие у каина были это мои предположения что бог без жертвы не может жить ну рисует как у авеля дым кверху пошел а в эту по низу стался если я убью авеля а больше никто жертву не приносит и бог по неволе примет потому что не может же без жертв это жить а я буду приносить вот так он был праведен как засвидетельствовал бог о дарах его ей он и по смерти говорит еще говорит но мы этого не слышим но это действительно так вот ответ пожалуйста а получается при потопе погибли все сухопутные а которые в воде живут они же не погибли конечно а зачем в воде для них это царство наоборот они больше то расплаждались вот сегодня знают потом не могли спастись но говорят из чего камень уголь накаменевшие деревья а главное отрицает потоп я как вы можете потоп то отрицать если уголь каменный признаете ну а как ну как дерево то падает в лесу увидели как падает она упадет покрывается мхом сгнила сравнялась земле ничего нету а здесь бывает пласты в сто метров чтобы сто метров деревья один на одно были плотно один к одному где деревья то так падают они не могут падать сто метров а там десять больше метров бывает но мало того когда дерево то ужимается то она еще их надо было больше что такой пласт угля был она ходит прямо рисунок дерево листья я говоря нефть из чего нефть не знает считает что это притворилась вот так же после потопа люди и животные люди и животные вместе но много больно нефти неужели столько людей было может быть но не знаю точно но животных то было конечно не столько когда американцы зашли на тот континент бизонов было столько что земля дрожала когда они бежали они надо не надо бизона тоже парнокопытная сожвачка чисто так они из венчестер прямо из окна вагона стреляли били били а сейчас уже резервация по дури погубили как дрофу она летать не может как страус то ее колодили били и ели но об этом написано кажется у этого степняка кровщинского есть как дьякон один ему нельзя убивать а он ходил на дров его архиерея запрещала все священнослужители нельзя резать даже курицу а есть можно видишь как говорят а вот евреи евреи это в рост не давай своему брату не ну для того что проценты были а иноземцу дай так и здесь я буду есть а ты закалим он сам имеет у себя курица веса колоть не может ну и нам шоу поудивлялись но мы даже соблюдать это правило а до чего это чтобы он был более милостивый священник не был жестокосердным кроме животных там же еще динозавры должны были быть кто динозавры не знаю не знаю были они или не были сатана может все сделать любые кости подкинуть динозавры там крокодилы по 20 метров людей находят люди были взрослые написано сколько они были 6 метров высотой 5 4 но были ростные написано и сыны инаки его и мало того имели еще на руке на каждой по 6 пальцев но бог вознушался ими и родились из полины люди славные из древле и стали горит сыны божьи и брать дочерей человеческих и сектанты придумали это ангелы ангелы совокуплялись женами вообще не придумаешь даже а кто сыны вот которые были это сыны каина гречи дочери каина а те которые это отправлено было отправлено сифа потому что авеля не было родился сиф это сыны божьи избранники а это не избранная это дочери человеческие они комсомолки красивые посмотри какие они и люди рождались из древних говорит славные великие люди но бог вознушался ими потому что они отвергали бога просто странно что они до 6 метров были очень большие но очень большие да но может не до 6 но по скелетам определяют больше четырех даже во время давида еще еще как бы в библии описывается четкое расположение между реками где находился адемский сад в наше время можно предположительно найти точку где находится можно где-то вблизи ирака как говорят но рай взят земли его нету взят это житя святых ситова ануфрия говорится что все у него было пришел к нему ну и там серапионом везде ходил ангел питал их росли финики рост тек ручей он только умер сразу же ручей высох пальма исчезли ничего нету для него бог создал этот кусочек край на земле приходили боевые лица сами он доел их было молоко вот так то сейчас можно предположительно указать да прям точку где он находился и . на во всяком случае район может показать и прямо это указывает но нам зачем это знать мы знаем рай на небе просто интересно будешь со мной неужели вазе ирака где-то будет разбойнику то христос сказал я может вам какие-то воды остались может еще чего-нибудь красивого вот макарий александрийский житей его 17 января он решил узнать где были они и амбрий которые противились моисею волхвы и он пришел пошел и ну это по пустыне идти то он узнал где ну компаса не было значит он идет ночью ляжет отдохнуть маленько надо и набрал с собой тыщинок разных пройдет маленько тыщинку поставить чтобы обратно то найти затес и делал на директа а утром стал а все эти тыщинки возле головы у него лежат дьявол взял собрал и позже головы положил и он понял бог хочет чтобы ты на бога надеялся а не на эти тыщинки хотя тыщинки это не вред и вот дальше он стал подходить к этому месту ему навстречу вылетело 70 демонов которые стали кричать пугать его не ходи он говорит отстаньте вы я посмотрю и уйду и он зашел и бадья висит сухой колодец они ничего не нету вот яблоки которые там были все это трухлявое ничего нигде все засохшее а демона охраняют 70 демонов вылетело а им это надо они давно в аду хозяева и они и амбрий вот это вот есть такой я не люблю мультики но один мультик такой я признаю его принц египта называется не видели запишите видео принц и египта видение что есть еще ну как там в египте было и притом не так как русских балла там эти фигурки ломаются прям как настоящие люди ходят все это показано его там и они и амри то как они показаны были волхвы они все делали одинаковые чудеса а потом дальше то они не могут и фараон то этот рамзеста опрокинул их стулья столы все разогнал их а у них ученики были ну это так понимает режиссер не противоречит библии а еще про иосифа есть такой же мультик я знаю про иосифа много написано в библии поэтому там как пишет у этих есть у мусульман даже про него говорят они иосиф то это у них не иосиф они там по-другому его называют как они называют его вот и там суламиф еще какая-то и она которая служанка это не служанка хозяйка-то потифара влюбилась в него и она призвала подруг своих и решила им показать пока он еще был здесь то но подруги то едят вроде персики ножами режут иосиф зашел они так и обомлели какая красота и пальцы себе ножами порезали вот это в каране даже упоминается об этом значит деда мухаммад это слышал пожалуйста еще вопрос есть седьмой день до который установил бог до субботний он сначала времен измениться каким-то боком никак это вечное установление там как изменится никак пока христос нет имеется долл он был переместиться с одного дня на другой а это прообраз был прообраз агнцы которых приносили в жертву ягнята они указывали на христа вы это верите жертвенник на котором агнца приносили он указывал на крест на который агнца божественно положили и древняя суббота она образно указывала на воскресенье потому что человеку покой не был доставлен покой доставляется только христом а христос в пятницу умер сошел преисподние места и там он проповедал пробовать это очень важный ответственный труд и он проповедал субботу тут делся воскресенье наступил покой господь говорит через апостол все творю все новое я спрашивал адвентистов скажите христос творит новое но давайте по порядку все заповеди переберем скажите как это новое ну первая запад не сотвори себе кумира на небе верху на земле внизу и проще объясните о чем на иконы но это вы так понимали а иконах там нет речи речь об идолах идется да в новом завете как это западе они не знают по порядку не прелюбодейству как новом завете в новом завете не смотри все вы не слышали а я говорю вам кто смотрит на женщину с рожделением уже прелюбодейству в ветхом завете написано не убей ну и что и у нас нет у нас другая заповедь а какая гневающийся на брата есть человек убийца ты понимаешь нет это заповеди были даны для людей детского возраста а мы мужья совершенные то была тень будущих благ тень и господь пришел не нарушить исполнить потому что никто его исполнить закон не мог а кто нарушает 1 1 как одну заповедь и ноен во всем законе и поэтому суббота указывала на воскресение христова и он об этом говорил когда женщина рождает терпи скорбь а когда они помнят себя от радости когда они не помнили себя от радости когда узнали что он воскрес и когда читаем 117 псалом вяжите верами жертву ведите ее к жертвеннику о чем говорится ну а христе тут согласно а дальше считайте что сей день и же сотворил господь возрадуемся вознеселимся вон и сотворил господь описал то ведь уже давид давид за тысячу лет до рождества христова сей день сотворил господь в какой день возрадуемся вознеселись он говорит вы будете печальны но печаль ваша превратится в радость когда когда узнаете что я воскрес и этот день бог сотворил воскресность а суббота образно показывала на воскресенье поэтому уже первые христиане собирались первый день и апостол павел наказывает собирайте жертву в первый день недели а почему в субботу собирались где среди евреев были в собирались я вот не признаю восьмое марта но мне сказали вы приезжайте к нам на сегодня никто не работает это было здорово понимаешь как потому что первая неделя поста и все могли прийти на канон андрея критского и помолиться февраля летом двадцать третьем просто было у нас попала мы его праздник не признаем 23 но в этот день мы собрались почему потому что никто не пошел на работу так и павел в субботу евреи отдыхали в синагогу и пришел а уже язычники везде собирались первый день недели то есть получается воскресенье я против воскресенья ничего не имею ввиду я против например вот воскресенье могло переместиться на вторник на среду вот так вот не могло быть вот никак не говорим все остальное слушай внимательно митя речь идет о том что бог так установил в пятницу распяли и как в очреве кита был три дня три ночи так сын человеческий в очреве земли он сам делом показал а если бы он воскрес во вторник во вторник бы отмечали но христос делом показал сей день который сотворил господь возрадуемся вознеселимся вон и в какой день возрадовались но когда прибежали они от гроба и возвестили и они не помнили себя от радости а господь предсказал сколь ваше превратится в радость и все он так устроил и осмотрите как ближе всего конечно у нас ветхий завет у евреев у них суббота еще дальше от них по нашлишки пятница у мусульман пятница намаз а христиане вплотную подошли первый день неделя почему это новый день творения новый день творения творить все новое господь все новое и взаимоотношения и намерение и цель жизни все другое дал нам и но бытие пожалуйста это были все вопросы и тут еще мои личные к вам я хочу же к вам приехать на крещение кститься с сыном и хочу с собой еще жену взять к вам и как бы она сильно меня не поддерживает потому что я уже много раз говорил что я очень хочу переехать к вам жить навсегда и она конечно не в небольшом шоке таком но ничего к этому так уже молитесь и господь усмотрит она вчера была против а сегодня сама будет вас побуждать почему господь ей подскажет если вы думаете воспитывать детей еще дети могут быть то лучше чем у нас вместо просто не найти нигде вот меня спрашивает вчера по интернету ну как вот ваша община там где-то с юга у вас но есть знакомая то хоть где-то но хоть кто-то мы говорим нет мы не знаем почему но вы не знаете какой труд положен здесь какой труд положен над каждой душой сколько времени они о чем говорят патриархии на там надо катехизацию делать там по 20 минут два дня если встретились у нас 450 500 часов ну разница есть они ничего не понимают они под меня подыскиваются со всех сторон но я до них совершенно не достигаю почему да нет за мной ничего нету я раз они придумывают что-то ясно что настоящем ничего нету вот сегодня мне один прислал они меня там по мощам и прочее пишут что вот седьмом вселенском соборе я сейчас даже пока покажу чтобы ты знал потому что я не отвечаю мне жалко этих людей я просто боюсь их трогать если отвечу они слабые такие они начнут падать в обморок и мне не никак нельзя и вот он мне один человек сегодня написал вот но пишет то хорошо игнатий тихонович а вот скажите мощи святых это их трупы знаю что вы конечно же дадите утвердительный ответ я отвечаю а кто это что это такое мощи не трупы они мощи они согласны а трупы нет я я говорю посмотрите вот мы считаем 12 глава откровения и будут на земле пророки еноха или я и он убьет их и трупы их оставить на улице города трупы их это самые великие пророки почему трупами называются они мощами и дальше где труп там соберутся орлы трупом назвал сам христос то есть они подыскиваются или писание не знают или дурят после этого задам вам и другой вопрос я согласен я бы ответил моя помолюсь и просто чувствую бог говорит как бы мне на сердце ложит не надо отвечать то есть они слабые слабо эти люди другой вопрос вселенские соборы это трубы духа святого конечно же получил от вас утвердительный ответ но я заранее скажу где шестой вселенский собор второе правило однако задам вам и другой третий вопрос самый а если а все ли деяния вселенских соборов есть действие духа святого но явно дело что они говорят подыскиваются под меня изыскивает неправду давид говорит я какой псалом не открою он меня утешает например вот это деяние семневого вселенского собора дальше открывается кавычки спаситель наш христос даровал нам спасительные источники останки святых многообразно изливающие благодеяния на достойных и это через христа который в них обитает прекрасно но я не верю что написано мне надо проверить я сегодня сел открыл каноны отдельные создал для них файлы шесть файлов потому что пятого собора вселенского правил не было там была битва в зале не написали ни одного правила хорошо себя вели под скамейками прятались епископы дальше я теперь соединяю шесть вселенских соборов с первым по седьмой в один файл и начинаю проверять и смотри что получается по пальцам загибай он пишет этот человек притом хороший человек верующий спасительные источники всеми вселенских соборах нету ни одного слова этого останки этого тоже нет многообразно изливающие благодеяния на достойных ни одного слова в семи соборах нету в них обитает тоже нету я пишу восемь слов и ни одного нет в семи вселенских соборах а есть только слово даровал я его правиле это я сегодня такую работу проделал сегодня чтобы я ответить то но я не могу ему послать я знаю что там беда большая я там расшевелю трупный яд будет идти на всю вселенную подыскивается к властям обращается сергянский дух но человек то хорош я только усиливаем молитву я их вообще знаю этих людей очень хорошо они не останавливаются ни перед какой подлостью они могут там в интернете жаловаться чтоб закрыли то есть одна сплошная подлянка чисто бесовский дух как я могу отвечать я не уберу в кавычки откуда-то слово даровал тоже да соблюдается в иных областях и повсюду в епархии почему-то раздельно в епархии дабы никто из боголюбезнейших епископов не простирал власти на иную епархию которая прежде сначала не была под рукой его или его предшественников но если кто простер и насильственно какую-нибудь епархию себе починил да да соную да не приступается правило отцов да не вкрадывается под видом священнодействие надменность власти мирская и да не утратим помалу на непременно той свободы который давал нам крови своей господь иисус христос вот я слово даровал освободитель всех человеков где тут про трупы то нету и так святому вселенскому собору третьему угодно чтобы всякая епархия сохранялась чистоте и без стеснения сначала принадлежащие права по обычаю издревле утвердившемуся интересно я спрашиваю епископа священника какое правило самое строгое на большее число лет есть отпущает правило на 15 лет на 18 за убийство они не знают вот это есть правило самое строгое они его укоротили если от другой епархии епископ что-то ущипнул то ему нет прощения не всем веке не в будущем и даже при смерти не давать ему причастия следующий собор когда написали говорит не можем понять почему так они поступили то есть поступили совершенно не по-христиански но правило тут осталось осталось она уже заблокирована что она неправильная она же стакосердная и она не меня наталкивает на правила а там были правила неправильные да бог знает какие неправила я их не касаюсь ко мне эти трупы мощи никакого отношения не имеют на мощах надо храм построить я не строю ко мне никак не относятся это но они подыскиваются прямо подыскиваются скребут и скребут на своих ребят вот я бы ответил ну как отвечать только если будет слушать этот ролик узнает все но он по-другому я другого не жду я жду самую страшную подлянку от них у них у всех голову болят и мне говорят я начал против вас воевать у меня голова раскалывается я готов умрешь у тебя мозг воспалиться лежу сообщает у меня мозг воспаленный не трожь меня я не достигаем для вас я выполняю то что бог мне назначил я открыл вам и сказал больше щит надо я чту взять их с песнопениями с патриархом все мощи и захоронить где-то в храмах под храма христа спасителя в достойном месте это достойно почему во всей библии нет нигде чтобы резать мощи то нет этого нигде и в новом завете нет и когда стефана убили написано мужи благоговейны похоронили его почему не стали украшить фаршировать и стали зашивать его в какие-то тряпки там и проще почему да никто не знал этого ни на одном соборе об этом не говорят а я же сказал но я сказал то не свои слова вот мне сегодня прислали одно предложение восемь слов и ни одного слова нигде нету семи вселенских они сейчас начнут крутить нет это янда маскин сказал в кавычки взята вот у меня напечатано но все это по скайпу мне скинул один человек я могу только молиться я хочу ответить вот это послать не могу послать я знаю он сбесится сразу потому что бога не бояться попы совершенно и то что она против меня воюет это говорит о том что я стою на правильном пути я нигде против бога не сказал ни одного слова веру и нигде не написано что я должен мощи теперь резать и меня один сказал играет новую что резать там мощи я не согласен ну как же не согласен то как андрей кураев на на технологии игр занимается в каждом доме что были сотни мощей то а игнатик открыл это новые пласты раскопал притом говорит не свое на меня говорит я прямо привожу вот пожалуйста одно слово встретилась которая даровал и только один раз она встречается сейчас начнут искать по гречески неправильный перевод то есть но тебе надо еще под меня подыскиваться мощи вашей они брал не воровал не таскал делайте свое дело я делаю свое они не могут терпеть смотреть я не я если проповедую это не моя обязанность как священника я это делаю по любви к моему богу а они обязаны павел горим если я не проповедую а я мирянин я печник сторож плотник стекольщик бетонщик слушай дальше я думаю многим зрителям вашего канала было бы очень интересно посмотреть на то чтобы много-много священников собралось перед скайпом и задавали бы вам вопросов чтобы один раз и навсегда всем все уяснить они же этого не делают они же вам там пишут а никто об этом не знает но то не кончали я говорю что ты кончал вот они показывают семинары и конспекты но я 53 года учусь день и ночь это минимум 10 университетов у меня никого нету рядом где бы они был у меня работа я могу думать еще тут я с них это и не требуя я получил без хитрости и без лукавства даю вы спрашиваете я отвечаю я показываю местописание меня бог будет судить по библии не по яну дамаскину по библии и поэтому я доказываю по библии а как понимать я беру златоуста беру других святых отцов вины то во мне никакой нету они начинают а попахивает сектантом попахивает сами провоняли ничего не делают 413 правил вселенских поместных соборов ежедневно нарушают торговлю выбросить не могут до 30 лет рукополагают потоптали все правила надо мной изгаляются спрашивается зачем они не могут они показывают что они не божьи служители павел говорит у меня нет недостатка против прочих апостолов вам надлежало хвалить меня я не напрашиваюсь на это от апостола павел говорит какой у меня недостаток нашли конкретных покажите вот задаете вам прыгну вы же не один задаете сколько вопросов мне задают у меня только на сайте я отвечаю на четыре тысячи сто двадцать четыре вопроса это я в университетах вел занятия вот у нас был епископ и в тихие курочки но как-то они беседовали тут с местными пископом они там тоже что-то так косоротятся а он говорит вам игноте никогда не обвините что он не православный он сугубо православный а он у нас 13 лет был они не могут ничего где сказать там я веру и не нарушаю канона не нарушаю блаженство и просто знаю я их не нарушаю не нарушаю они не могут простить но что я говорю что они сребролюбивые корень всякого зла они проросли этим корнем попы сребролюбивые все торгуют у нас нет торговли они выбросли торговлю то они померу пойдут и поэтому они лютуют на меня а я все равно за них молюсь я за германа сервика молю за александра за александра невзорова молюсь за всех молюсь это моя обязанность давай говори вот у меня тоже друг православный я ему если что-то начинаю говорить там про каноны про все у них у них один и тот же ответ что господь милостив нужно жить по любви не нужно на это все смотреть потому что много немощных людей и пошло поехало то есть они все одно и то же говорят этот сатаны как это от сатаны они милостивы а на вселенских соборах 2000 епископа они не милостивы а вселенский собор 7 почитай что гортанин афимацию мы нафимацию кого они стали под этим и мы под этим ию они эти правила не берут они выискивают правила против меня один раз зажали меня а мы все-таки узнали вы нарушаете правила я говорил как какое правило а написано в баню не сходить не ходить с евреями я вообще баню не хожу тем более чё бы я с евреями пошел ты еврей ко мне не придет тогда с евреями не ходить в корчму я глаза я не видел кочму и все они сели так мало того еще начали а вот ездить и вы останавливаетесь а написано пойдешь застан возьми лопатку здоровье спражнения а я показываю на снимке я стою с лопаткой я как раз каждому остановки делал туалет я не все опять сели они ничего не имеют за мной ничего приходит говорит и во мне не находит ничего это христос сказал слова такие князь мира он подыскивается потому что у него слуги такие я вот своему другу говорю что господь любит но он наказывает своих своих детей он будет у тебя только одни наказания то есть ты воспринимаешься только в страхе и во всем этом гордак это и есть суть мудрость только от страха возникает а ты получается упалаешь только на любовь господню так и творишь беззаконие я говорю дака в чем тут в чем тут смысл а вы им скажите так вы сказали что человеческая природа ослабла и поэтому надо и потворствовать хорошо ослабла до какого возраста до какого она ослабла то если написано ослабла по вашему говорить это означает сегодня он в 7 лет ребенок делает то что раньше делал двухлетние если раньше кончал один курс гимназии какой-то там приходской школы то сегодня надо пять классов а теперь отсюда вывод да как же вы раньше 30 лет оставить этих слабаков то они хилые немощные когда сильные были соборы не раньше 30 лет а вы самых хилых паралитиков кастратов ставите раньше 30 лет где логика то наоборот вы даже не раньше 40 ставить раз они слабые насчет бороды я вам постоянно говорю но говорил я сейчас уже не говорю потому что толку нету и это как бы и он сейчас меня как бы не сильно воспринимает и уже и родные уже мне как знаете за какого-то фанатика принимаю за психически ненормально фанатик как развратить надо люди это попы развратили они католичные украинцы белорусы и образ божий исказили они враги божии и другого названия им нету против бороды воюет ты возьми вот есть такой в томской епархии он был как председатель миссионерского отдела степаненко максим и вот он мой материал оборуде взял и сейчас выставил у себя у него называется к истине к отдельно по-русски зарядите к истине запиши степаненко максим и посмотри чтобы вот так открыто выставить это смелый человек просто герой нашего времени так он отсылку дал что это вы написали и он написал что именно от меня взяла откуда мое фотографию мою поставил и сейчас там он отдельно еще одну поставил и книгу симфония на жития поставил и везде все указал ну все конец ему пришел а вы помните на него как на поле он сказал женщины которые ребенка нажили без брака на букву б называется как на него поднялись как все я прочитал как это слово возьми словарь словаре прямо написано это слово в словаре церковнославянском и она читается в библии по церковнославянскому даконта сказал правильно почему они взбунтовались потому что это прихожанки он не сказал что одинокая женщина без мужа наживает блудница ну назови блудница еще изменится то дети прелюбодеянные свидетели разбрата против родителей считаю премудрость соломона он сказал абсолютно правильно его епархия там растрепала сняли с должности и проще а у них такого-то и никого и нет больше там какой-то есть священники а не знаю какой алексей вот его пожалуйста томская епархия они любого сожрут сомнут и спепелят страшно а вот андрей кураев он на нем слышно он где еще то говорили вроде болеет что-то не знаю я сколько раз заряжала определенно ничего нигде не нашел а связи такой нет у меня был обучен в москве сказали что его москве нету ну а нет я там жить не могу он бы давно был желком перебрался потому что его звал передал и поблагодарили они он обо мне там очень высоко отозвался знаете как самым знаменитым миссионером там назвала до современности а я даже таким и не считаю это я проповедник миссионер только так как поговорка вот на безрыбье и рак рыба у меня нет никакого образования я все делал самостоятельно изучал конспектировал писал да так вот мне сейчас мне вопросы вопросы но скандал распорядок ну как вы могли так свое время и проще это со школьной скамьи у меня было у меня строгой распорядок был по часам что должен делать много заниматься гимнастикой там спортом плаванием готовился террористом быть еще тут спрашивать стрелять у меня распорядок по минутам был расписан и когда я обратился к богу теперь все мне это сгодилось вот откуда то есть тренировать себя всегда 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 и вот для верующего мы стоим 440 я каждого к этому подвигаю ложись раньше и постепенно ты молот свой сон укорачивай я до конца не мог уже я 20 часа дошел дальше уже чувства начинают дремать но это постепенно и у тебя внутри все время как огонь будет полыхать мнение не стыдно сказать вместе с давидом межи мои прошли по прекрасным местам и наследие мое приятно для меня она мне приятно как огня бояться когда я это говорю ой вы о себе говорите так меня вообще говорит вас просто нету самое-то главное у меня лозунг никогда нигде не не сказал ни разу что у меня нет времени это не мои слова я их никогда не произносил за свою жизнь я не сказал ни одного матерка за свою жизнь и это невозможно я таких слов тоже не говорю то есть если это мне поручено поручено я отвечаю есть и все слушаясь и повинуясь господи на тихо еще тут от себя задавал вопросы я от джины можно задам вопросы которые и именно интересует ну давай вопрос-то ко мне да конечно давай относящийся к вашей деревне расспрашиваю у вас грибы есть есть грибов много она перечисляет ягоды какие у вас растут на какие растут по порядку у нас же там были сады малины а кроме того каждый у себя сад разводит смородина черная крыжовник крыжовник это только в доме одну у себя на усадьбе то смородина красная белая и черная три сорта смородины в поле это клубника клубника ягода клубника у нас много трав разных корень солодки копаем корень солодки просто плантации солодки а это и от бронхов от чего угодно там когда бывает человек там взволнованный до спокойствия корень солодки там и пижмой ты щелистник и богородская травка чайбрец и это называется у нас это мурава они как она называется это конотопка то ну-ка да разная трава там 33 название у ней забыл вопрос то вот то есть на нас вот такие ягоды а черника земли не пиже не кашу повлету это это лесные у нас лес у нас только лес такой вот это нету это может быть рядом 35 километров в ребриху надо ребришинский лес 35 километров собирайся и езжай там я просто хоть через ягоды ее туда к вам я говорю какие есть мало малина у нас всегда набирает но если малинный год клубника клубника ведрами берут клубник очень хорошая малина у нас всегда есть смородина смородины много белый гриб тоже хорошо растет белый гриб меньше у нас там много и шампиньоны и там подберезовики разные вот батюшка собирает их я не за грибами не хожу никогда я скорее всего женой приеду она на недельку пожалуйста мы говорили с собой что надо брать две просто не каждому наволочку и хлеба если можете наберите хлеба а остальное там на месте можно купить барабаша там мы берем там и сливки и молоко и творог и яйца и мясо что желаете все свежая не базарная я надеюсь ее там сестры немножко наставят на путь истины как он надеюсь что сестры наставят ее на путь истины жену его конечно у нас сестры очень хорошие но увидите когда занятия идут как они работают грибочки у меня все ну все по славу божию по славу ходите смотри поставим уже может завтра слава христу видишь как даже сколько это он сейчас заходил сейчас один час три минуты пожалуйста один час три минуты ничего себе